В Муравленко уже несколько недель растёт заболеваемость ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией. Медики рекомендуют не пренебрегать мерами профилактики, а тем, кто ещё не успел привиться, советуют сделать это как можно скорее. Если летом в течение недели в поликлинике города с симптомами ОРВИ обращались около ста горожан, сейчас эта цифра составляет 672 человека. 70-80% заболевших – это дети из детских садов и школ. Грипп последний раз в городе регистрировался в феврале. Тогда вирус перенёс 8-летний ребёнок. Грипп, как правило, протекает острый, то есть он начинается с основными симптомами в первые два дня. Это повышается риск температуры до 38, могут быть катаральные симптомы, такие как боль в корле, першение, насморк, заложенность в носу. ОРВИ, как правило, протекает более в лёгкой форме, то есть температура, как правило, повышается в среднем до 37,5, вот так до 38 в основном не доходит. Ковид, как правило, протекает сейчас в основном в лёгкой форме, то есть тяжёлые формы осложнённые встречаются в единичных случаях. По словам медиков, сейчас самое время защититься от гриппа и повысить защитные силы организма. В первую очередь рекомендуется привиться людям с ослабленным иммунитетом, которые относятся к группе риском. На сегодняшний день мы располагаем такими вакцинами от гриппа, как Ультрикс-Квадри и СОВИГРИП. Обе вакцины зарекомендовали себя очень с хорошей стороны, как высокоэффективные. И на сегодняшний день уже более 3350 человек получили вакцинацию от гриппа, из которых 1200 – это детское население. Это в основном школьники и те, кто посещает детские сады. Новой коронавирусной инфекцией сейчас ежедневно заболевают от 7 до 20 жителей. В основном это взрослое население. 83 человека сегодня находятся на амбулаторном лечении. Госпитализированных нет. У всех заболевших инфекция протекает в легкой форме. Сейчас у пациентов редко встречается высокая температура, отдышка, боль в груди, потеря вкуса и обоняния. Вкус, то, что теряли раньше, такого сейчас уже нет. То есть он протекает именно как ОРВИ, симптомы практически идентичные. Поэтому нужно сразу обращаться в поликлинику, для того, чтобы, если есть повышение температуры, берут сразу на приеме мазок. И тогда уже мы смотрим, от этого отталкиваемся. Сегодня в поликлинике города привиться от гриппа и коронавирусной инфекции можно одновременно. Как и у любого препарата, у них имеются противопоказания – абсолютные и относительные. Это аллергическая реакция на введение предыдущей вакцины, тяжелая реакция на введение предыдущей вакцины и аллергия на куриный белок и на содержащиеся компоненты вакцины. Недавно переболевшие, перенесшие острые респираторные заболевания, хроническое обострение заболеваний, если протекало в нетяжелой форме, можно прививаться после нормализации температуры. В поликлиниках города привиться от коронавирусной инфекции можно вакциной «Спутник Ви». Как любая вакцина, она протекает по легкой клинике течения заболеваний. То есть, возможно, незначительное повышение температуры тела, снижение работоспособности, ломота в мышцах, головная боль. На сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции ревакцинировались более 5,5 тысяч человек. Чтобы пройти вакцинацию, при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. Для удобства горожан прививочный кабинет будет работать и в субботу, 1 октября, с 9 утра до часа дня. Если брать статистику прошлых лет, то пик заболеваний, скорее всего, будет в ноябре-декабре. Но все это будет зависеть от того, какие меры профилактики мы с вами будем применять. То есть, первое – это вакцинация. Чем больше мы привьем, тем меньше вероятность того, что пик застанет максимальное количество заболевших. Кроме вакцинации, медики советуют не пренебрегать правилами гигиены. Чаще мыть руки, пользоваться антисептиками, не трогать лицо без надобности, носить защитные маски и избегать мест массового скопления людей. Инна Борисова, Петр Князев, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.